Сегодня подвели итоги оперативно-следственной деятельности антикоррупционной службы за первый квартал 2019 года. За это время департамент зарегистрировал 64 преступления. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. С чем связан такой рост, пыталась разобраться Алена Хан. Количество тяжких преступлений, выявленных департаментом за три месяца, выросло на 60%, с 20 до 32. В три раза выросло и число лиц, вовлеченных в коррупцию. Больше всего преступлений совершают полицейские и сотрудники Акиматов. За три месяца текущего года по уголовным делам антикоррупционной службы осуждено 4 лица. Один приговорен к лишению свободы, другой к ограничению свободы и два других лица к штрафам. С нами была проведена спецоперация, выявлено экипаж дорожной полиции, который на системной основе занимался поборами взяток с участников дорожного движения. Выявили более 20 преступных эпизодов. Кроме дорожных полицейских привлекли и водителей, которые откупались от штрафов. В среднем одно нарушение обошлось бы автолюбителю в 10 тысяч тенге. А задачу взятки теперь придется заплатить 50. Говорили и о профилактике коррупции среди госслужащих. Их в регионе около 5 тысяч. С начала текущего года главным двигателем формирования антикоррупционного сознания наших граждан стал проект Казужар Адалдыкованы, который стартовал у нас в соответствии с посланием Ельбасы от 5 октября 2018 года. Работа данного проектного офиса выстроена по трем основным направлениям. Это искорение бытовой коррупции, создание комфортных условий для граждан, осуществление общественного контроля и формирование антикоррупционной культуры. Кстати, увольняться с государственной службы стали меньше, а зарплаты увеличились почти в два раза. Также снизилось и количество привлеченных к дисциплинарной ответственности с 220 до 170 человек. Алена Хан, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК.